Добрый день! Недавно в Давосе бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссингер сделал свое обсуждаемое ныне заявление, в котором он с одной стороны признал возможность принятия Украины в НАТО. Мотивировал это тем, что год назад, два года назад Украина могла быть нейтральной, так оно было бы лучше, но поскольку все равно нейтрального статуса у нее уже в ближайшее время не будет, то почему бы ее и не принять в НАТО, и может быть это как раз послужит неким успокоением для обеих сторон. Так он сказал. Не менее существенным было то, что Киссингер еще раз повторил свою главную мысль о том, что прекращение огня, которое необходимо ввести между Россией и Украиной, оно должно быть установлено по нынешней линии фронта. И что вообще так всегда было. Вот это главная мысль, которую хочется донести. Можно быть за Зеленского, за Залужного и еще за кого-нибудь там эмоционально. Болеть за команду Динамо Киев. Можно быть на стороне президента России Путина, его окружения. Можно быть там по разным причинам. Кто-то родился там, кто-то родился там. Есть свои эмоциональные какие-то привязанности. Хорошо. Но и те, и те, наверное, на сегодня уже задаются вопросом после 11 месяцев военных действий. Может быть, хватит? То есть, может быть, хватит? Ни одна из сторон не добилась полной победы. И, видимо, не добьется. Видимо, Запад достаточно спланированно способен поставлять Украине то оружие, которое ее будет удерживать от полного разгрома. Ну а Россия, она такая, что если против нее ополчиться и попытаться прижать ее к стенке, то она проявляет достаточно сильное стремление к сопротивлению, так скажем. То есть, это еще может длиться достаточно долго. И там, и там есть человеческие ресурсы. И там, и там есть желание воевать. А может быть, все-таки хватит. Гагрым, может быть, хватит. То те, которые болеют за Динамо Киев, они говорят так. Конечно, большинство людей болеет за Динамо Киев по понятным причинам. Кто совершил нападение, с чьей стороны пропаганда особенно отличается. То есть, как факт мы это сейчас, да, а не как личная позиция. Как факт, что значительно большинство сегодня оно симпатизирует команде Динамо Киев во главе с Зеленским. И они говорят, что прекращение огня возможно тогда, когда Россия отойдет. Одни скажут к линии 24 февраля 2022 года, другие скажут, что когда Россия отойдет вообще к границам, скажем, назовем их условно 2014 года. Вот так они говорят. И Киссинджер им на самом деле объясняет, что во всех войнах, которые велись, всегда прекращение огня было по линии фронта. Потом стороны могли садиться за стол переговоров, о чем-то договариваться. Они садились, договаривались. И Киссинджер сказал, что путь дальнейший это постепенное возвращение России в международное сообщество. То есть, естественно, ослабление, потом снятие санкций. И от России, естественно, Киссинджер ожидает какого-то отступления, если не полного, то частичного, но без подробностей. У нас есть пример конфликта между Северной и Южной Кореей, когда он был заморожен, прекращение огня. Против этого сценария команда «Динамо Киев» выступает очень активно. То есть, это означало бы полную заморозку конфликта. То есть, установление новых границ по нынешней линии фронта. Ну, да, в Киеве многим это не нравится. Кстати, в Москве тоже они хотели бы, наверное, и Херсон, и еще что-то, и Запорожье. То есть, у них есть свои представления тоже о том, кто чего хочет. Там же не аппетит, но, по крайней мере, представления о границах приходят во время военных действий. Мы это не обсуждаем. Мы обсуждаем главное, что те, кто хотят прекращение огня и кровопролития, они должны признать необходимость приостановить военные действия там, где они сейчас происходят. Так было на Ближнем Востоке, так было везде и всегда. Вот просто надо это понять. Только это. Мы не говорим, кто прав, кто не прав, за кого болеть, за кого не болеть. Там просто говорим, прекращение огня – это по линии фронта. Вот это вот надо как-то объяснить людям, особенно тем, кто болеет за команду «Динамо Киев». Либо они говорят, нет, война до победного конца. Надо так и говорить тогда, а не то, что там отойти, каким-то линиям идет военная кампания с той стороны и уже и с этой стороны. Вот когда две команды дерутся, действительно кто-то начал драться, а дальше дерутся и те, и те. Приходит Киссинджер и говорит, давайте их надо разнять. Как их разнять? Говорит Киссинджер. Разнять их надо так, чтобы они вот по линии их нынешнюю столкновения. Мы должны провести там буферную зону, разнять их, дальше переговоры, дальше какие-то решения, можно их обсуждать. С позиции силы говорит американец Киссинджер, естественно, что НАТО съест Украину. Я думаю, что в Москве скажет ему нет. Это предмет для переговоров уже. Вот эту мысль донести, если бы, было бы очень хорошо. Для тех, кто просто обсуждает что-то. Если мы хотим, чтобы люди перестали там гибнуть, необходимо прекращение огня. Прекращение огня это не при условии, что российская армия отступает или что украинская армия отступает. А прекращение огня это по линии нынешнего фронта прекращение огня. Дальше переговор с тем или иным возможным исходом. Вот это я пытаюсь объяснить то, чего мне кажется, уши мои слышат. Люди не понимают.